Статья сайта «Петр и Мазепа». Ссылка в закрепленном комментарии. Не будем особо распространяться о численности и задачах, пока не было публичной информации, но работа определённо идёт не только в пограничных областях. А села пыль на ток-шоу, политические конкуренты устроили друг другу танец хака в прямом эфире, министры одели камуфляж, всё в рамках средней температуры по больнице. Люди с удивлением обнаружили, что в Нацгвардию с поезда массово не снимают, лопаты, чтобы копать противотанковые рвы, не раздают, и талонов на талоны тоже не замечено. И в зоне ООС особо внешне ничего не поменялось. Помимо усиления на заданных направлениях, отмены отпусков и прочих атрибутов высокой готовности. Традиционно в Украине тут же рождается новый мем. Военное положение теперь ничего не поменяло, поэтому в армию пойдём, как начнётся по-настоящему, а не вот эти вот предвыборные игры. Конечно, ума осознать, что грузины тоже хотели пойти в армию, как начнётся, но им сорвали мобилизацию быстрым продвижением по флангам, пусками точек и ударами с воздуха, хватает не у всех. Проще заявить, что вполне реально было отправить 95-ю ОДШБ на восток поездом или совершить марш на штатной технике, а не военно-транспортной авиации, чем понять, что отработать вопросы, связанные с обеспечением переброски подразделений бортами, включая сопровождение, в нашей ситуации крайне полезно. Мир всегда в голове смотрящего. Если вы ищете повсюду кал, не удивляйтесь, что от вас дурно пахнет. По поводу предвыборной пыли в глаза. Не нужны были никакие катера, пленные и шум на весь мир, чтобы закрутить гайки. Разместить за стройки пару-тройку дежурных батарей в ответ на обстрел тяжёлым промки, начать обваливать военные цели в Ясиноватой, дождаться прилётов по Авдеевке, снять соответствующее кино с видео попаданий по домам и обесточенных квартир зимой. Профит. Какие катера за 10 миллионов долларов? Обращение к гарантам по меморандуму в Будапеште и сбор совбеза ООН. Для условной провокации хватило бы трёх батарей Д-30, вагона снарядов 70-го года выпуска и недели работы телеканалов. Конфликт развивался именно снизу, после неудачных попыток навала и столкновения российских кораблей. После поднятия в воздух авиации. К слову, большинство подобных эскалаций происходят снизу. Недавняя огневая активность спусками ракет по городам в Израиле – результат неудачного рейда спецназа на территории. Обострение в Кашмире – результат подрыва колонны и атаки поста. Попытки отыскать хитрые планы в сопровождении буксира или провокации в проходе пролива, которые не так давно пересекали наши суда – серьёзная поломка логики. Но кто думает о логике в преддверии борьбы за власть? Поэтому только ленивый внутри Украины не заявил чуши по поводу военного положения. А ведь линию боевого соприкосновения и приграничные территории РФ постоянно мониторят стратегические БПЛА США Global Hawk и их самолёты-разведки. Снимают со спутников. Работает украинская агентурная разведка, есть подразделение РР, данные ОСИНТ. По всем каналам приходят данные об усилении группировки на границе Украины. Даже бог с ней с базой хранения в Каменск-Шахтинском, 18 километрах от границы, где по спутникам увидели 250 танков Т-62. Там крупная узловая станция гораздо ближе. Вполне себе эти танки отправятся к брату Асаду через Азовские порты. Достаточно странно массово тащить для войны в Украине БТТ, у которых проблемы с ЗИП сняты с производства снаряды и давно на пенсии те, кто ремонтировал и обслуживал их. В принципе, за пять лет нет ни одного подтверждённого доказательства применения Т-62 корпусами гибридов. Родить логистику на ровном месте к двум десяткам рот не так просто, как кажется. Но подобных баз по меньшей мере дюжина как в Ордло, так и по линии границы. Там под прикрытием ПВО от батальонного комплекта танки всех типов, стоящих на вооружении в РФ, общее впечатление, что они ждут призыва резервистов. Причём площадки создаются именно под переброску техники с ноля, а это тревожный сигнал. Мелькают противокорабельные комплексы, остатки ракет с панцирей и торов, привязываются по фото российские комплексы РЭП к местности на оккупированной территории Украины. Наращивается авиационная группировка свыше 300 перехватчиков, ударных бортов и разведчиков возле наших границ. Какое решение должно было на этом фоне приниматься, когда по нашим судам открыли огонь суда ФСБ РФ и авиация? Нота послу, обеспокоенность. Всё сделано максимально адекватно. Америка с нами, боли страдания за пленных украинских моряков и патрулирование Чёрного моря с дополнительными кораблями НАТО. Это великолепно, но мы должны нести ответственность за любые решения по защите нашей страны. Россияне де-факто вышли из договора по РСМД, разместив в Калининграде ОТРК, у которых весьма спорные вопросы по дальности. Разве пуски через территорию союзника по ОДКБ по объектам в Западной Украине выглядят исключительно бредом? Противокорабельные ракеты из Крыма вполне способны перекрывать порты в обоих морях. После ударов по Мариуполю пуски – это фантастика? Это не паника и не призывы закутаться в простыню и ползти на кладбище. Просто никакой другой реакции, кроме военного положения, полной готовности, рассредоточения войск, выезда ПВО в стрельбовые районы и покидание причальной стенки в случае открытия огня россиянами по нашим судам или самолетам – нет и быть не может. Можно фантазировать о том, что накануне создания по местной церкви и возможных провокаций на этом фоне нам выгоден запрет массовых мероприятий в пограничных областях и запрет на въезд определенных россиян мужского пола. Вполне. Но на фоне накопления сил россиянами и инцидента в Керченском проливе вариантов, увы, не было. Время на призыв оперативного резерва ценнее, чем внутренняя лихорадка и скачки курса валюты. В случае ошибки с реакцией Украина просто проведет сборы и маневры, которых с 2014 года было немало. В случае отсутствия реакции есть риск заплатить жизнями. По реакции партнеров на Керченский инцидент. Пока россиянам прилетают косметические санкции за выборы в Ордло против организаторов выборов и победившего в ЛНР пасечника. Заявление о патрулировании международных вод Черного моря на ротационной основе интересно, но стоит дождаться его реализации. НАТО в целом или даже США вполне способны организовать рутинное патрулирование Черного моря, где все, кроме РФ или члены Альянса, или стремятся в него, не нарушая конвенции Монтре. Правда, Украина при самом худшем раскладе все равно будет вынуждена нести социальные издержки из-за ограничения прохода через Керченский пролив. Сокращать персонал портов, вкладывать деньги в порты на Черном море и терять объемы перевалки. Но это пыль на трассе в сравнении с тем, что Россия в 2015 году обвалила нам экспорт на 10 миллиардов долларов, выкручивала руки по поставкам продовольствия и позже лишила страну на 1,2% ВВП, аннексировав предприятие Вордло. Но мы не упали тогда и не упадем сейчас. Потери 6 или даже 8 миллиардов гривен на фоне того, что мы уже пережили, это легкое недомогание. По издержкам с перевалкой будет такой же кейс, что и по потере мощат банка в Крыму. Доказательная база – суды ареста имущества РФ за рубежом. Заявление Курта Волкера о возможном бане платежных систем для РФ – это просто напоминание о том, что есть тяжелая артиллерия, с которой познакомились уже КНДР и Иран. Но, откровенно говоря, санкции Запада все ближе подходят к точке бифуркации, когда запрет того же SWIFT для РФ, находящийся в ТОП-20 по платежам внутри системы, не принесет ничего, кроме финансовых издержек, всем сторонам. А работающие секторальные или зависшие с прошлых пакетов пункты придерживают на случай серьезной эскалации. Многие негодуют по поводу медленной реакции с пленением украинских моряков. А посмотрите на реакцию Британии по применению ОМП против граждан на их территории спустя месяцы. Высылка дипломатов, проверка имущества и счетов российских олигархов, запрет виз для инвесторов из РФ и черный список против Сечина, Абрамовича, Ротенбергов и Дерипаски. Так что любые серьезные решения по Керченскому кризису, включая судебные иски, патрулирование побережья, передачу летального вооружения или запрет на заход в европейские порты российским судам, идущим из региона Азовского моря, только спустя месяцы консультаций и переговоров. Во всех происходящих вокруг Украины процессах долгое временное плечо. Постарайтесь привыкнуть к этому. Спустя месяцы, 19 декабря, в Украину прибудут первые вертолеты для ГСЧС. А еще только начатые работы по построению ангаров и обучению пилотов. Спустя месяцы продолжаются ходовые испытания для первых двух десантных катеров «Кентавр». Их в серии планировалось минимум 8 штук для того, чтобы иметь возможность провести батальонную высадку. Очередные испытания ПТРК «Нептун» уже не бросковый пуск, а практически из ГСН. По заявленным показателям, ракета уже летает дальше, чем российский ХАК-35У, но впереди работа над аппаратурой управления, пусковой установкой, перегрузочными машинами, версией авиационного базирования. 235-й учебный центр «Широкий Лан» в преддверии окончания работ по созданию инфраструктуры. Вместо килограммов грязи на берцах, умывальников из бутылок и поддонов, там футбольные поля и волейбольные площадки, но до заселения еще те же месяцы. В этом году, скорее всего, будет поставлен рекорд по призыву резерва и работе с ним. Продолжается отгрузка чешских БМП-1 с ранения ОВД, а гвоздики осваиваются подразделениями НГУ. Формируется 35-я бригада морской пехоты КМП Украины. Главное, не забывайте нашу верхнюю планку по возможностям. Россия, тратя 40 миллиардов долларов на оборону в год, может выпустить до 80 калибров и один дивизион берегового ракетного комплекса «БАЛ». Украина в 2019 году поднимет планку своих трат на армию, НГУ и ГПСУ до 4 миллиардов долларов. Сколько времени нам понадобится, чтобы перекрыть побережье двух морей постами РЛС, дивизионами противокорабельных ракет, морской авиации и беспилотными аппаратами? Уже не говоря о мечтах про ракетные катера, фрегаты УРО и подводные лодки. Вообще-то не мечтах, а официальных планах развития до 2030 года. Главное, что на сегодня происходит, экономика растет на 3% в год. С ЗВР на 3 месяца импорта долг уменьшается. Будет рост экономики и снижение долговой нагрузки, будет флот, будет ракетный щит, будет время для реформ. Да, от этого, возможно, не легче азовским портам, где падает зарплата и люди отправляются за свой счет домой. Но это и есть война. Пусть она пока экономическая, гибридная и вне зоны ООС ведется специальными средствами. У нас упала перевалка, а в Крыму умерло рисоводство. Мы вкладываем деньги в расширение зерновых терминалов, инфраструктуру черноморских портов, а россияне в ТЭС, чтобы скорректировать график отключения электричества в Крыму. Не мы начали эту войну, не мы вторглись к соседям, начали грабить на пожаре. Перспективы простые. Или идти на поводу у агрессора, или защищать свою страну. В России все далеко не с медом. Реальные располагаемые доходы населения падают 4 года к ряду. Отток прямых иностранных инвестиций, падение рейтинга Путина и гробы с двух войн не делают режим крепче. Но профицит российского бюджета и положительный торговый баланс говорят нам, что текущая ситуация может тянуться годами. И напряженность в зоне ООС, и специальные операции, и диверсии будут продолжаться. Украинцы должны быть максимально готовыми и консолидированными перед лицом этой угрозы. Пленных моряков мы обменяем, оружие можно закупить, взять в долг или произвести. У нас есть главное – воля нации к сопротивлению.